Как можно заразиться успехом или мышлением победителя? И веры нету, что мы можем победить, мы можем стать бриллиантом. Сто процентов личный пример имеет самое большое значение. Это еще очень важно, что вы к своим партнерам ближе, чем кто бы то ни был. Конечно, они будут слушать бриллиантов, но ассоциироваться они в первую очередь будут отразделяться с вами. Поэтому ваш успех это в первую очередь, но не только. Для того, чтобы заразиться мышлением лидера, мышлением победителя, успешного человека, им необходимо длительное время находиться в этой среде. А среда, я уже сказал, она формируется через, как у вас, слушание постоянное, подкастов, чтение, диски. Сейчас ссылки, семинары, выступления успешных людей. Наш вот канал, в телеграм-канале, там полно материалов. Я уже не знаю, в который раз всех переслушиваю, по очередному разу. На днях переслушивал Валю Варгу, переслушивал «Историю успеха». Я их всех знаю лично, я эти истории слышал со сцены живьем, но это мне не мешает. И каждый раз я снова вдохновляюсь. И Сепа Майерхофа сейчас переслушал, и Дитора Пельмана переслушал. Я просто продолжаю слушать истории людей, которых я прекрасно знаю, со многими ели-пили. Я знаю этих людей, но мне все равно важно. Я же мог сказать, ну я что, я буду их слушать, я их знаю всегда. Нет, это неправильно. Потому что это насаждает каждый день. Ну вот давайте сейчас параллель проведем, сейчас у нас марафон «Здоровый кишечник». Вы же понимаете, зачем пробиотики-то? Каждый день туда насаждается правильная микрофлора. Каждый день с помощью вот этого САШЕ мы загоняем туда нужные бактерии, которые заселяются и дают возможность вытеснить плохую микрофлору. Точно так же с мышлением. Когда мы каждый день туда заселяем пробиотики, полезные мысли, полезный образ мышления, полезные идеи, они начинают вытеснять оттуда неполезные, вредные, негативные. Потому что здесь только методом замещения. Нельзя выкинуть из головы плохие мысли или негативные. Нельзя их выкинуть. Их можно только вытеснить. Только заменить. А для этого нужно вот этот заменитель каждый день туда впускать. Вот эти вот полезные бактерии. Бифидолактобактерии. Вот эти вот оптимистичные, позитивные, успешные мысли. Ими можно заразиться от успешных людей. И слушая постоянно, постоянно, но это процесс. Постоянно, 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 у человека постепенно происходит замещение его мышления. Мы все приходим сюда с каким-то бэкграундом. И я, конечно, пришел в этот бизнес уже имея какие-то определенные успехи. Но, тем не менее, мне потребовалось очень много лет на формирование моего сегодняшнего способа мышления. Поэтому для ваших людей, для каждого из них, ваша задача создавать условия и помогать им, чтобы они были в этом процессе. Приводите им примеры. Я вот помню женщину, бриллиант-администратор. Она сказала, когда мы поняли, что нам нужно в этом бизнесе новый уровень, мы стали слушать не по одному, по два, а стали слушать по три диска в день. Прямая связь. Захотели новый уровень, стали слушать по три диска в день. Для чего? Для того, чтобы вообще не выходить из этой атмосферы. Напитать, 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 напитать. Я сам это делал. Честно вам признаюсь, бывали моменты, когда мне было уже чересчур, через край. Было, я не скрываю. Бывали моменты, когда я уже настолько наслушаюсь, и мне вдруг плохо. Меня уже переполняло. Я отдыхал два-три дня и снова слушал, 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 слушал. Прямо очень похоже с кишечником и с бактериями. Если перекормить полезными бактериями кишечник, начинается синдром избыточного роста бактерий, и тебе нехорошо. Но ты сделаешь паузу, и потом снова начинаешь туда насаждать. И опять же, вот кишечники, я прослушал некоторые вебинары. Там говорится о том, что это длительный процесс. Не думайте, не ждите в кишечнике перерождения микрофлоры. На полное перерождение микрофлоры нужно 6-12 месяцев. Не думайте, что 21 день курс прошли, и у вас там все раз, и моментально все наладилось. Это длительный такой процесс. То же самое с мышлением. Это такой процесс, и то, что вы со своей стороны можете сделать, вы можете инициировать, вы можете ввести их в это. Вы можете заразить их вот этим стремлением как можно больше вращаться и общаться с информацией, с успешными людьми, с информацией от успешных людей. Замечательную фразу сказала Гаухар Кутукова, когда была у нас гостем на А-70. Она сказала, я буду всю жизнь благодарна Сауле за то, что она научила меня читать книги. Понимаете? Благодаря чему человек стал успешным. Потому что она годами формировала и сформировала у себя вот это мышление успешных людей. Благодаря одному стартовому посылу спонсор научил ее читать книги. Она раньше не любила, не хотела. А как Сауле научила ее читать книги? Она говорила, слушай, я вот здесь такую интересную книгу прочитала, давайте прочту отрывок. Зачитывала отрывок, у той появлялось любопытство. Она говорила, купи эту книгу, почитай, мы с тобой обсудим. Вот как нужно действовать. Вот замечательный совершенно пример. Вместе с людьми, со своими партнерами обсуждать какие-то выступления. Допустим, вот вы послушали хорошее выступление, вам понравилось, или подкаст какой-то, или книгу прочитали. И говорите, слушай, я тебе очень рекомендую, давай ты тоже послушаешь, а потом мы с тобой обсудим. Давай ты тоже прочитаешь, а потом мы с тобой обсудим. И так вот вы практически можете ввести их в эту привычку, ввести их в этот новый мир, постоянной работы со своим мышлением. Это самая лучшая помощь с вашей стороны. Ну и потом поддерживать их в этом. Ну и, конечно, объяснять, что нужно быть на семинарах, нужно тянуться туда, где соберутся успешные люди. Это обязательные условия, чтобы стать успешным. И так тихо-тихо, постепенно вы как бы их засаживаете в тепличку, в такой особый климат, где у них будут идеальные условия, чтобы формировалось их новое мышление. Вот это лучшая помощь с вашей стороны. Ну, потому что в голову не залезешь, свои мысли туда не положишь. А вот создать условия, чтобы человек туда закладывал, 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 закладывал каждый день новые мысли, это вы можете. Это и есть наша задача как спонсоров. Побуждать, побуждать, все время подталкивать к тому, чтобы люди хотели развиваться, хотели учиться и хотели учиться у успешных людей. Потому что, знаете, вот честно, мне иногда прям горько становится. Люди же большую часть времени все равно где-то проводят. У них все равно это время есть. Оно уходит на соцсети, на каких-то несуразных там учителей, коучей, гадалок, ну, неизвестно на что. Если бы все это время, которое люди проводят тупо, скролли ленту в соцсетях, они бы вкладывали в то, чтобы слушали правильные речи, правильных людей, правильные выступления, они бы через год, через два были бы уже другими людьми. Но вот то, что мы реально можем сделать, вот реально, практически, огромная польза, которую мы можем принести людям, это приучить их к этому. Заразить, вот правильное слово, это заразить их этим. Желанием постоянно слушать успешных людей, учиться успешных людей. Особо еще раз хочу поблагодарить всех, кто задавал вопросы и дал возможность этой конференции, в принципе, состояться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу, живите со страстью. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok